Доброе утро, мои хорошие! Наступило утро следующего дня. Я еду к маме. Вчера Борис купил два прекрасных кочана цветной капусты. И я сегодня еду. Мамочка уже обрадовала, она уже сказала, да, 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 можешь приезжать. Я от тебя отдохнула. Вот, так что я сейчас поеду. Приготовлю ей цветную капусту. Приготовлю ей еду. Останусь ночевать, вот, и покажу вам, что у них еще интересного в доме есть. Ну и, конечно, покажу швабру, о которой я вам говорила. А то вы там мне пишите, пишите, покажите, покажите. Покажу, в этот раз покажу. Все, поехали. Слышите, слышите? Смотрите, какая прекрасная погода. Синички звенят. И галки галкают. Ну, ребят, прям весна. Ну, прям весна. Знаете, о чем сейчас подумала? Я сейчас подумала о том, что у меня на садовом участке посажены в открытый грунт помидоры. Семена помидоров. Решили попробовать с Наташей эксперимент. Она посадила у себя, а я у себя. Я так думаю, что они уже проросли. Слишком теплая зима. Но сейчас погода совсем-совсем весенняя. И даже не верится, что синоптики обещают нам снег и мороз. Я понимаю, что январь. Но верится все-таки в лучшее. Ребята, смотрите, у нас с мамой произошло чудо. Веточки, вот иголки основные осыпаются. Да-да-да-да, мама вот рукой показывает и говорит, вот, посмотри. Смотрите, у нас появляются новые веточки молоденькие. Вот еще. Смотрите, какая красота. И вот, и вот, и вот здесь. Мягкие такие, такие хорошенькие. Что это вдруг, а? Как это? Не на всех ветках, только вот на этой и на этой. Только на двух ветках. А здесь ничего нет. Просто осыпается. А здесь вот такая красота. А вдруг она корни дала? Ты только это не выбросила. Нет, нет, я не выброшу, я не выброшу. Как же я выброшу? Это парашют. Нет, нет, сейчас все аккуратненько разрежу. Мы разрежаем уже нашу елочку, наши веточки. Все праздники прошли? Прошли. Все праздники прошли, да, мам? Будем разрежать. Ой, ну такие хорошие, ну такие прям лапочки. Потом посмотрим, посмотрим, что там вдруг правда корни дает. Доброе утро, мои хорошие. Наступило утро следующего дня. Вот так распускается цветок за цветком. У мамы подарок Аллочке. Аллочка подарила эту орхидею. Ну, конечно, часть цветов отпадает. Вот так. Но она продолжает цвести. Листья крепкие, сочные, хорошо поднятые. Так что мамочка за ней ухаживает замечательно. Еще мы посадили имбирь. Вот так он у нас пророс. И вот мы его посадили. Посмотрим, что у нас вырастет. Говорят, когда прорастает имбирь, он очень похож на пальму. Ну вот и посмотрим. Не знаю, правильно посадила или нет. Немножечко так погуглила. В общем, вот так. Вот здесь, кстати, нужно как следует пролить. Вот. Красота необыкновенная. Ну что, сейчас покажу вам швабру. Наступило утро. Сегодня даже солнышко выглядывает. Причем я не ожидала, что выглянет солнышко. Я говорю, нет, солнца сегодня не будет. Мама говорит, будет солнце. И действительно, солнце периодически выходит из-за тучи. Ну а теперь посмотрим швабру. Расскажу про нее. Обещала. Вот так выглядит эта швабра. Казалось бы, ничего особенного. Швабра как швабра. Ну, сейчас я вам, ребята, покажу. А, ну, покажу я вот так. Смотрите. Во-первых, она очень-очень маневренная. Это раз. Заходит в разные уголочки, обходит вокруг всех ножек. Она очень-очень маневренная. Сейчас, конечно, она у меня не мокрая. Она у меня сейчас сухая. Потому что пол мыли вчера вечером. А сегодня она высохла. Очень сухо у мамы в квартире. Вот такая швабра. У нее металлическое основание. Но единственное, что вот мне не очень нравится, что вот это все пластиковое. Она, конечно, двигается и вокруг своей оси, и крутится, все. Все, но все-таки пластиковое. Так, палка у нее отдельная. Так, сейчас, ребята. Так, сейчас я тряпку сниму. Так. Вот я сняла тряпку. Вот такое основание у этой швабры. Видите? Металлическое. И мне кажется, эта швабра прослужит подольше. Потом мне нравится большая площадь. Палка не телескопическая. Вот она как выдвинута, так и выдвинута. Покороче. Покороче она не делается. Тряпка. Тряпка очень плотная. Плотная-плотная. Толстая-толстая. Смотрите, какая ширина толстая у этой тряпки. Волокна у тряпки. Вот эти вот кудряшки. Видите, они какие. Мало того, что они сами буклированные, да еще они все скручены. Их здесь очень-очень много. Поэтому она очень хорошо промывает. Вот. Так. Теперь. Она оторочена красной бейкой. Сделан такой капельный разрез, чтобы удобно было швабру вставлять в тряпку. Основание швабры вставить в тряпку. Намочил, отжал. Не, ну конечно, все руками надо отжимать. Сейчас есть современные швабры, которые не нужно отжимать руками. Можно даже не касаться. Но как они моют, неизвестно. Я вам рассказываю про ту швабру, которая мне понравилась. Вот так. Одел. Завязал. Можно на бантик, можно без бантика. И все. И продолжаешь уборку. Эта тряпка вбирает в себя много влаги. И вы знаете, очень интересно, отдает ее порционно. То есть протереть пол. Во всей комнате можно одной тряпкой. Потом снимаешь. Промываешь, добавляешь моющее средство. И опять моешь пол. Мне нравится, как она вот так. Вокруг ножек, везде обходит, везде залезает. Ну, в общем, вот так я вам рассказала про эту швабру. Рассказала, чем она мне нравится. Рассказала. Мне понравилась. Длинная, удобная, маневренная. Вот. Вот такая вот швабра. Кстати, очень легкая. И хорошо ездит. Мне очень понравилась. Вокруг ножек. Видите, какая. Я вам рассказала про швабру. Доброе утро, мои хорошие. Доброе утро. С праздником вас. С крещением. Здоровья вам. Счастья. Благополучия. Я вот тоже отправляюсь сейчас за крещенской водичкой. А потом из храма пойду к маме. Отнесу ей эту водичку. Мы каждый год ходим за крещенской водой. Сейчас мама не может сходить. Поэтому иду я. С праздником, мои хорошие. Сейчас на автобус. И доеду до храма. Вы меня там спрашивали, где моя Любашка. Почему она не появляется. Ну так вот, хочу вам сказать. У Любашки тоже неприятность. Она полезла в ванной что-то там делать. И сломала ногу. В общем, кошмар. Бедная Любашка. Желаю тебе крепкого здоровья. Ну, в общем, непонятное что-то творится. Год только начался. А уже у Аллы бриллиантовая рука. У Любашки костяная нога. Позванивались. И она поделилась вот такой вот новостью. Ну, в общем, ужас какой-то, ребята. Побывала у мамы. Отнесла святую водицу. И я еще купила просверки в храме. Тоже отнесла. Вот. Ну, по дороге, конечно, зашла в магазин. Накупила ее любимой капусты. Сварила две огромные кастрюли. Ребята, я не знаю, почему она у меня на капусте так сидит. Но она ей так нравится. Она кроме нее практически ничего не ест. Чай, хлеб с маслом там. Сыр кладет. И все. Как можно так любить цветную капусту? Очень любит. Я честно скажу, я рада. Я купила два кочана. Один кочан там был. В общем, короче, два огромных кочана я ей сварила. Ой. Смешная такая. Уже на меня баллоны катят помаленечку. Так что... Ой. Ветер какой. Вот. На меня уже баллоны потихонечку катят. Передала Женьке мясо, которое она не ест. Я ей готовила. Помните, филе бедра индейки? Ну, сейчас приду, буду Женьку угощать. Она там шуточки отпускает, мать. А сейчас, ребята, я ушла. Она смотрит лыжи. Гонки. Ну, в общем, молодец. Она меня радует. Все равно я переживаю. Все равно переживаю. Женя, бабушка Галя прислала тебе подарок. Принимаешь подарок? Ну, пусть папа тебе положит. На. Что это? Индейка. Это все можно класть прямо? Ну, не все. Я думаю, что половина, да. Костей я не езжу. Костей там нет. Это филе бедра индейки. Мама сказала, сами ешьте эту гадость. Да? Да. Но я ей наварила две кастрюли цветной капусты. Она счастливая. Сидит, лыжи смотрит. Да, я тоже. Я ей задавала вопросы. Вопросы. Она сказала, да хватит уже, ты мне надоел. Что ты тарахтишь? Если раньше меня бы это обидело, то часть меня это порадовала до глубины души. Жень, вкусно? Вкусно, конечно. Отстань, говорим. О, еще одна. Отстань. Хорошо, хоть ты не говоришь, отстань. Я не говорю, отстань. Боишься? Боюсь. Зато живой, понимаешь? Хе-хе-хе.